А как же обед, Катя? Ты куда? Я уже поела. Ты куда? А чё ты поела? Макароны и курица? Да. У нас сегодня на обед макароны Катя сварила. На сковородочке. И, Катя, когда курица кончится, будем кушать эту, тушенку домашнюю. Ага. Мишка лопает оладьи. Тебе, может, поставить оладьи? На стол. Поставить? Вот такие вот оладушки хорошие. Пышные. Сейчас Мишка покушает оладьи. И я буду здесь осылки упаковывать. Так. Клей. Это Саша. Кроссовки Дизи заклеивал. У нас проблема. Дизи, надо ехать в Волжске. А у нас кроссовки только зимние. Падюш не замерзнет. Попыталась ей найти в группах даром. Но чё-то как-то не это... Не находится. Что такое опять? Не отвлекай его. Кать, ну пусть он поедет. Катя, на. Поставь его папку на место. О, Кать, ты на улицу идёшь? Да. Сделай доброе дело. Дойди до машины и принеси оттуда железную дорогу. Там в железной дороге твоя вторая тетрадь. Скоро будем заниматься. Ага. Ты давай кушай. Мама сейчас посылку соберёт и будем заниматься. Разбираться, что у нас там ещё не сделано. Но Мишка ничего так не кашляет. Более-менее себя чувствует. Эдергией хоть отбавляй. В моём кармане. Сначала долго жмёшь на двоечку, чтобы она завелась. В какой? На двоечку. В какой? На тучах. Не, в каком? Что в каком? У меня не так много в карманах. Проверь все. А где? Катя, ты не вопросы задавай. Ты языком, как помелом. Тебе сказали, проверь карман. Идёшь и проверяешь. А где, а где? А где? Катя, в чём я хожу? Чё придуриваешься-то? Нет, Катя, я не в кофте хожу. Я в куртке хожу. Чё придуриваться-то? На двойку жмёшь, чтобы машина завелась. Придуриваться-ка? Нифиг делать. Так, здесь что у нас? Кастрюля. Кастрюлю надо убрать. В мойку. Периодически оживаю, встаю, протираю, убираю. Сейчас посылки хочу собрать. Сашин рюкзак запустила стираться. Это оладьи были накрыты. Всё, отпотело прям. Кушай давай. Миша. Миша, нет, надо не вахать, а прям протирать. Как стол протираем, да. Миша делает уборку. А картон ты хочешь на полку, на мокрую? Нет, я не буду, я переставлю. Да, переставлю. Ну ты давай туда все полки прибери. Я пахнуваю пуховичок. Пуховичок померяй и принеси ему картон. Я тебе сказала, под куртками. Нет, под жёлтой курткой висит. Аккуратно, не переворачивай, пожалуйста. Смотрите, какой молодец. Я его не просила, он сам. Уже одну полку помыл. Я не сижу остальную. А, он перестановку делает. Ты перестановку делаешь, да? Да. Уборку? Ну давай. Какую же уборку. Я посмотрю, какая у тебя получится уборка. Уборка одна грязная была. Да, они все грязные, все надо протереть. Да, уже они грязные, Светка. Спряталась. А вот Лизу я попросила вот эти две полки убрать. Из них тут всё валится. На. Я тебе сейчас закину. Атлас, тебе только Катя дала. Он уже здесь в мишке валяется. И вот тетрадка ещё какая-то здесь. Надо тут всё поубирать. Давай, давай, давай. Сгребай всё с полок. Сколько оно начинает? Кто? Я поперекил. И до восьми пятнадцать. Я подъедил. Почему вы не успеете? Я слезаю, я подъедил. Миш, подожди, дай поговорить с Лизой. Катя, не боюсь. За полчаса вы успеете дойти? Успеете? За полчаса минут 40-50. Я за полчаса в ту сторону доходила. Ну, 50 минут закладывай. Ну, тогда давай бумаги вот эти собирай, чтобы часть уборки была сделана. Мусор собери. Иди отправь посылки, получи посылки. Идите на самбо. После самбо закончишь. Миша, он продолжает уборку. Лиза вынуждена продолжает уборку. Телефон с собой взять можно. Играться в него дома нельзя. А может, что же делать? Когда? Ну, дорогие. Можно. Если ты сегодня обещаешь закончить. Настоящее. Попробуем ввести вправо. Мишенька, вот эту куклу тоже надо, наверное, посадить. Ты сверху потом тоже разберешь, да? А то я же разбирала недавно, а ты опять все накидал. Я скоро уберу. Хорошо. На полу не надо ее. Пусть она на полке стоит. Она не съездит. Она шестико большая. На верхней полке. Вот наверху. Пусть она одна останется. Она и сумка, и все. Хорошо? Сумка? У тебя сейчас сумка? Спортивная, да. И там, эта сумка. Да. И укулеле, и все. Смотри, это не пассивная. Это не просто обычная сумка. Хорошо, хорошо. Необычная. Продолжай, солнышко. А вот это пассивная теперь. Это спортивная, да. Давай нам с тобой еще вторую часть рисовать. Я пошла пока достану. Убал. Я соблю. А? Башка болит. Башка болит от того, что ты все время в телефоне. Иди, проведайся. Я тебе присылаю штрих-код. Ты получишь? Там несколько посылок. Попрощишь у них пакет. Вон пакетик с посылочками, которые надо отправить. Телефон. Там лежит сзади. Миша становится аккуратнее. Ну, видно, где Миша убрал, где Миша не убирал совсем. Давай, там много лишнего еще. Это Лизе надо отдать. Лиза принесла посылки. Не разматывай. Не разматывай. Отдай, Лизе. Она тебе даст, если надо будет. Футболочка вот такая вот с двоечками. Вот такая вот. Если не я, то кот. И сейчас еще две покажу. И два вот таких осьминожки. Мишке они нравятся. Я немножко сомневаюсь, потому что они, ну, сильно узенькие, на мой взгляд. Те две футболки пошире. Но они очень красивые. Короче, хотела выбрать две. Миша просит оставить все четыре. А еще мне приехал вот такой вот измельчитель. Китфорд с двумя чашами. Одна вот такая, как блендер. А вторая, ну, типа, как, знаете, на оладушки я в таких перемалываю. Но смотрите, в чем прикол. Здесь четыре ножа на разных уровнях. Я надеюсь, что мне подойдет специи молоть. Очень надеюсь. Он уцененный был. Ну, типа, это, следы эксплуатации есть. То есть видно, что им кто-то пользовался. Смотрите, какая штука. Мощная. Поднимаешь кнопку, он крутится. Надеюсь, что мне подойдет. Всего за 1300 взяла. В общем, надо как-то сегодня потестить. Это значит, что надо опять приправы делать. Либо сегодня, либо завтра вечером потестю. Так, и у меня еще там пришло. Это вот коробка стоит. Собственно, от этого измельчителя. Так, какая-то штука. Я не знаю, куда ее. Какая-то крышка. Ладно, пускай пока здесь пишет. Интересно, что в нем нет инструкции. Я так понимаю. Я не нашла. Это не она. Да, там нет инструкции совсем. Поэтому придется ее скачать из интернета и посмотреть, все ли пришло в нем. Может быть, чего-то не хватает. Крышка-то должна быть не одна. Все есть коробочка какая-то. И вот эта вот тушь мне пришла дорогая. Сейчас мы ее будем испытывать. Мне она обошлась дешевле. О, тоже чувак сам запаивает. Смотри, криво. Сразу видно. Как я на запайщике. В общем, короче, должна быть очень крутая тушь. Я с помощью бонусов купила ее очень дешево. Надеюсь, не прогадала. А, это шланг для бабушек. Короче, это не наша покупка. Это забирай. Расческу, это бабушкин шланг. Начесывай грибу свою на самбу. Ну, что, ты так и не поняла, что там тренер имела в виду? Сегодня вечером придешь и расскажешь, да? Мишка сегодня на самбу не идет. Он болеет. Сегодня у него отдых. Так, ну что, глазки накрасила. Как вам? Мне ничего так. На два слоя нанесла. По-моему, симпатично. Не знаю, пишите свое мнение в комментариях. Но мне понравилась тушь. Правда, я бы не сказала, что она прям какая-то супер-упер там. Обалденная. У меня за 500 или за 600 рублей была тушь подобная. Ну, с подобным эффектом. Так что, не знаю, стоит ли она, допустим, полной цены. А стоит она тысячу. Но я ее купила за 600, поэтому мне нормально. Не знаю, пишите в комментариях. Сейчас покажу вам что-то за тушь. Вдруг кому-то понравилось. И тоже такую охоту. Вот такая вот, манифест. Собственно, отсюда можно штрих-код отсканировать, если что заказать. Итальянская. Отличается от обычной или примерно так же? Ну, как я вот обычно крашу? Или лучше, или хуже? Я не помню. Понятно. Значит, не отличается. Так, ладно. О, Лизка намазалась этой водой туалетной. Вкусно пахнешь. Потому что пахнет от тебя туалетной водой. А ты думала? Незаметно думаешь будет? Нет. Так, ради кого мы пахнем? Просто. Просто. Откопала воду в своем бардаке. На, прибери курицу. В холодильник. Что вы там собираетесь с Катей? Катя спит. Так, уже пять часов есть, нет? Не знаю, думаю еще. Ну, ее надо без 15,5 разбудить, да и все. Мишка отвлекся от уборки. Лиз, ты только не на нервы действуй, а буди нормально. Ты полочку доуберешь? Я хочу море кладь. Надо доубрать сначала, сынок. Окей, потом я море кладь. Не знаю. Ты же сегодня наскандалился? Я тебе отменила компьютер. Не компьютер, а телефон. Не важно, а телефон тоже отменила. Надо все полки убрать тогда, чтобы мама тебя простила за скандал. Давай так. Ты все полки убираешь, на всех полках мусор выбрасываешь, все протираешь. Окей. И Майнкрафт. Давай бегом, начинай, пока я не передумала. А я пока на твоей кровати поваляюсь. Да, надо убрать. Ты правильно догадался, умничка. Мишка с папой играет. Какого-то оленя. Парни, нет. А вы что, по очереди? А, или ты просто присутствуешь? Я ему помог установить. Кого? Оленя? Вгру. Теперь у тебя есть такая игра. Спасибо. Где ты? А что не на твоем? А на моем видео как-то не ходит. Фитры, да? На моем игроке. Лыба! Рыба плывет по воздуху прям. Это необычно. Она нас убьет. Ну, знаешь, оленя с пистолетами, а то не видно. Ее, она убьет. Миша всю кровать стянул. Ну что, как твоя уборка? Нормально. А что, на кровати столько всего? Нет, ненормально, Лиза. Фантик на бал. Рюкзак сейчас. Фантик на полу. Под кроватью вижу всякую фигню. Не рычи на меня. Я телефон не верну. Хорошо, значит, телефон остаётся у меня в заложниках. Сейчас занято. Лиза, да убери с пола. Мне нужно собрать рюкзак. Время почти 10. Что это было? Я вообще сижу, делаю карточки на оболочке. По-моему, там кто-то из котов сводился. Нет, вроде. Всё вроде нормально. Дети пошли спать. Саша укладывает Миша в какой-нибудь завтрашней поездке. А я карточки на оболочке делаю. На красную сделала. Сейчас на прозрачную красную сделаю. Сделаю ещё на прозрачную просто и пойду спать. Потому что, честно говоря, я чувствую себя ужасно. примерно так же, как и выгляжу. Поэтому давайте прощаться. На сегодня влог завершаем. Сейчас видосики буду скидывать. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами завтра. Завтра насыщенный день. Три важных дела, которые мы должны сделать обязательно. Именно поэтому мы завтра едем. Так бы я отменила из-за болезни. Из-за болезни.